Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу записать видео о зимних ароматах. Я уже рассказывала о рождественских ароматах, которые, естественно, тоже зимние. Но сегодня в довесок покажу вам пять ароматов, которым тянется рука, которыми хочется пользоваться постоянно, которые, скажем так, пройдут для меня фоном зимы 2017-2018. Первый аромат, который прям очень хорошо зашел, это Hypnotic Poison от Dior. Это туалетная вода. Мне очень нравится ее... Во-первых, это, безусловно, для меня ванильный аромат. Но мне нравится, что он обжигающий и холодящий одновременно. Вот есть у него такой дуализм. Как будто бы, знаете, от какого-то яда вас сначала бросило в жар, а потом наступил озноб. И вот они чередуются. То есть очень хорошо созданное вот это сочетание теплой, ванильной, мускусной ноты, корица. Да, все это очень хорошо переплетается с прохладой аниса, быть может, тарагона, каких-то вот таких специй. Классика 90-х. Отличный аромат. Один из самых, наверное, интересных диоровских творений, на мой взгляд. Очень-очень нравится. Но хочу у вас вот что спросить. Я знаю, что именно на вот этот аромат, гипнотик, было огромное количество фланкеров. Там была какая-то и секретная вода, и еще что-то. Если у вас есть эти фланкеры, дайте мне, пожалуйста, знать, сильно ли они отличаются от классики. Что в них интересного, стоит ли вообще пытаться как-то их найти, попробовать, или, быть может, не стоит связываться. То есть мне любопытно. Но вот классическая версия гипнотический яд очень мне нравится. И сейчас прям очень-очень я люблю этот аромат. Следующий аромат, я уже про него много раз говорила, это Tom Ford Noir de Noir. Мне нравится такая сливочная, почульная, спецовая, для меня лично гурманская составляющая этого аромата. Для меня он очень комфортный, очень люксовый. Есть в нем, знаете, что... Не хочу я это называть изюм. Это вот как будто бы что-то такое очень сливочное, кремовое, с изюмом или инжиром, с какими-то вот такими восточными цукатами. Очень мне нравится это сочетание. Многие слышат здесь землистость, на мне ее нет. Улавливается какие-то чуть-чуть почули, но это не основное для меня звучание. Очень прекрасный аромат, поднимающий настроение и согревающий в очень холодную зимнюю погоду. Следующий аромат я люблю достаточно давно. Да, кстати, шесть ароматов будет вместо пяти. Уже видите, сколько я его выпила. Это кашемировая дымка от Donna Karan. Cashmere Mist. Очень хороший, пудровый, такой пушистый, мускусный аромат, который сидит близко к коже. Я бы сказала, что это запах пудры для тела, роскошный, да, вот, который на базе такого свежего, легкого мускуса. Кремовая составляющая здесь тоже есть. Это, я считаю, одно из самых лучших творений, потому что очень-очень сложно создать деликатный аромат, знаете, такой вот близко к телу. Вот что-то такое вот очень интимное, свежее, люксовое, но не какое-то там сексуальное, не кричащее, а вот именно очень такое элегантное, сидящее близко к коже. Это очень отличный аромат, остается хитом продаж в Америке уже очень-очень долгие годы, и тому есть основание. Действительно роскошный аромат. Следующий аромат идет у меня вот в таком замечательном мешочке, кстати, он шелковый, этот мешочек. Аромат называется Батритис, видно будет ничего, наверное, вот Батритис, от марки Генистет, которая производит алкогольную продукцию во Франции, по-моему, вино. Это для любителей меда, если вам нравится мед, засахаренные фрукты, все очень-очень сладкое, виноград сладкий, прям такой почти изюм, какой-то может быть айсвайн, какая-то, знаете, здесь есть медовость и ореховость. Вот знаете, продаются иногда такие спреды, когда взбивают мед с орешками, вот что-то такое здесь есть. Красивая корица, очень хорошие специи, но, конечно же, все это в первую очередь мед. Очень-очень классный аромат, опять же, любителям сладкого, медового, такого насыщенного звучания винограда. Вот я советую обратить внимание, посмотрите, какой красивый флакончик с таким вот листочком. Батритис Дженистет, это один из моих самых любимых медовых ароматов. Вот так вот он представлен, красивый аромат. И будет последние два розовых аромата. Это один, на самом деле, от марки Мор. Это австралийская марка. Она производит средства по уходу за телом, но также там свечки ароматические. И вот здесь парфюмированное масло, которое называется маршмеллоу. То есть зефирка, да, американская маршмеллоу, но пахнет отнюдь не ей. Пахнет розовым безе. То есть вот если взять безе и добавить розовой воды или, может быть, розового варенья, конфитюры с розовыми лепестками, вот именно это вы и получите. Потрясающий аромат, на самом деле. И это роликовый, вот такой вот шарик-ролик. И это не очень дорогой аромат, но он, поверьте, того стоит. Он очень мощный, он очень сладкий. Только для любителей гурманики. Опять же, безе с розой. Отличная вещь. И еще один розовый аромат в сто раз сильнее, чем предыдущий. Это Тауэрвиль от Энди Тауэра. Называется Rose Flash. Это парфюм. Это розовый джем, возведенный в десятую степень. Но он, знаете, такой не тошнотный, а, я бы сказала, опьяняющий сладкий. Это настолько концентрированная роза, что сносит крышу. Честно вам скажу, этот аромат будет далеко не для всех. Его обязательно нужно пробовать. Причем у него, знаете как, вот он настолько концентрирован, что даже какая-то газированность появляется у этого аромата. И мужчинам обязательно пробовать. Далеко не каждому такое понравится. Но, впрочем, как и женщинам, наверное, тоже я советую обзавестись небольшим отливантом, прежде чем покупать. Хотя Тауэрвиль, да, это достаточно доступная линейка от Энди Таура. Но, опять же, это для любителей розы с большой буквы. Когда вам нужно, чтобы она была суперконцентрированная, вот этот аромат подойдет. Как раз сейчас у меня есть настроение на суперконцентрированную розу. Собственно говоря, вот это и были шесть ароматов зимних, которыми мне хочется пользоваться в последнее время. И надеюсь, что вы их попробуете. Или, может быть, если пробовали, они вам нравятся. Напишите мне, пожалуйста, внизу, пробовали вы их, что вы думаете о них. И посоветуйте мне какие-то зимние ароматы, которые вы любите. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте. И до встречи в следующем видео. Пока!